Законодательная и исполнительная власть, сенаторы, депутаты Госдумы. Сергей Морозов встретился с ними за круглым столом. Капитальный развод. Как получилось, что после ремонта крыши стали еще хуже? Представители общественности выясняют этот вопрос. Награда достойным писателям. Сегодня причастных к местной литературе поощрили за талант и труд. Благовскую премию вручают уже в пятый раз. Традиционная встреча губернатора Сергея Морозова с законотворцами всех уровней прошла на одном из предприятий Заволжского района. За круглым столом собрались представители исполнительной власти, депутаты ЗАГС, собрания Госдумы и сенатор Вадим Харлов. Подобные встречи проходят примерно раз в месяц и приносят свои плоды. Мы сейчас активно готовимся к весеннему работе. И спасибо огромное, Григорий Ильич Иванович, и вам, и ряду других коллег. Нам удалось хорошо посвечаться и поговорить с министром сельского хозяйства, Ткачевым. Результат, который был получен, нам резко увеличили отчисления на программу социального развития ЗАГС. На сей раз одной из основных тем стала оплата общедомовых нужд. Депутаты ЗАГС, собрания нашего региона, обратились к правительству России с просьбой изучить ситуацию, так как с 2017 года этот коммунальный платеж заметно вырос. Парламентарии федерального уровня от нашей области обещали содействовать решению этого вопроса. Они поняли ситуацию, в которой оказались, собственно говоря, их избиратели. Они поняли причины, почему это произошло. И мы попросили их подключиться к нашему обращению, в общем-то, наверное, правильно сказать, к решению этой задачки. Я считаю, что это очень важная и полезная форма работы по взаимодействию региональной власти с властью федеральной, с депутатами, сенаторами. Если говорить о полезности и важности, то я хочу сказать, что это действительно так. Помимо платы за ОДН, участники совещания обсудили еще ряд социальных вопросов, связанных с регионом, а также заслушали отчет о выполнении наказов избирателей. В Ульяновске продолжается история с капремонтом домов в ближнем Засвияжье. Напомню, на днях прошли репортажи по центральным и местным каналам. В материалах критиковалось качество работ. Эксперты Общероссийского народного фронта решили не оставлять эту тему и созвали комиссию. Какую, расскажет Эдуард Истомин. На Герасимову, 21, момент истины. Сергей Осипов проводит опыт на кровле. Вон туда, смотри. Вот, видишь, уже потекла. Даже не специалисту видно, что подкачало новое обитель Карлсона, которое, видимо, вовремя скрылся. И не зря. Я 10 лет добивалась ремонта крыши. Мы так были рады, что нам, наконец, сделают новую. А сейчас, говорим, лучше бы нам ничего не делали. И это вполне логично. Ведь людей затапливало до ремонта, во время ремонта и после него. В соседнем доме такая же Петрушка. И здесь, после высотных работ, жителей заливает безбожно. Меня сразу напрягло, хоть я и женщина, что не было подкровельного материала использовано. Вот. Через неделю мне привезли смету. Там не было заложено подкровельный материал. В откапитальные дома нагрянула комиссия. Ее возглавил новоиспеченный директор фонда модернизации ЖКК. В итоге решили, что это недоработка за Свияжской управляющей компанией. Вину за протечки взяли на себя трубы и конденсат. Там неизолированы трубы. Там фановый стояк идет, из которого видно, что пар идет оттуда. Почему это не отследили раньше, опять известно лишь Богу. Кто мешал обследовать дом, вопрос, похоже, можно смело адресовать клубу, что, где, когда. Прежде чем приступать к капитальным ремонтам, нужно, во-первых, вспомнить о техническом мониторинге всех квартирных домов. И прежде чем составлять смету, нужно продумывать все эти моменты. Необходим системный подход к решению данного вопроса. И главное, правильно соблюдать технический регламент и исполнять его в соответствии с требованиями. Сами объекты в документах фигурируют как отремонтированные. Это подтвердил фонд модернизации. Но люди утверждают, что актов приемки работ не подписывали. Ведь подрядчик не возместил им ущерб за проливы во время ремонта. В течение недели за мной ходил Рамиль лично. И просил, чтобы я все подписала. Я ничего не стала подписывать. Никто к нам не приходил даже с этими актами. Мы не подписывали, никто из наших жильцов. От подрядчика намекнули на то, что подписи есть. Сам лично этой проблемой господин Полежаев не занимался. Но бумаги якобы имеются. Я как директор, у меня есть должностные люди, которые этим делом занимались. Они у вас подходили? На этот вопрос я не могу ответить. А кто, может, если вы директор? Был подписан акт приемки передач. Этот акт приемки передач можно будет посмотреть. Один-два дня, чтобы поднять все эти документы с архива. Вот, посмотрим это все, так же с вами свяжемся. Сейчас в подъездах вкалывают мастера. Они восстанавливают потолки после протечек. Но люди опасаются. Ведь пойдут первые дожди, обрешетка намокнет, и штукатурка может отвалиться. А вот Карлсон, похоже, уже никогда не вернется. Эдуард Истомин, Герман Баранов, Вести Ульяновск. 50 тысяч тонн снега, убранной из зимы Травграда на сегодня. Это не предел, обещают дорожники. Зима была снежной, в одной из зон возможного подтопления, где люди из года в год бьют тревогу, побывала наша съемочная группа. 15 тысяч тонн снега вывезено на сегодня в Димитровграде только из мест подтопления. Город на Черемшане от паводка страдает всегда. Наталья Черемных вместе с соседями каждый год переживает талую весну не лучшим образом. Вода у нас была от железной дороги до сюда. Это в общем даже вот так вот, ну, дому в пять как следует, даже не было тут дороги, ее не было видно. Сейчас у нас началась зима, мы начали опять войну из-за того, что снега много. Железнодорожники скидывают, а снег, ну куда-то его надо, иначе мы опять утонем. Назов людей откликнулись. Начало марта. В переулке орудует спецтехника. Улица Кульково – это еще и соседство с железной дорогой. Оттуда снег в феврале сбрасывали прямо под окна горожан. С этой проблемой коммунальщики уверяют – разобрались. Осталась одна – естественного происхождения. Производим вывоз снежных масс с этих участков для того, чтобы предотвратить поток. Соответственно, после этого будут скрыты, значит, все водоотводные каналы с помощью экскаваторов, значит, и, соответственно, вывезен снег. Ну, с учетом того, что уже работы все мы предупреждаем, проводим противопаводки мероприятий, я думаю, что, в принципе, здесь не будет подтопления на этом участке. На сегодня из Димитровграда вывезено больше 50 тысяч тонн снега. Бригады работают в две смены. Проблемных участков много. Среди них – автомагистрали. Труба ливневочная забилась, прижигаем горячей водой. Если работа не производит, то вода будет стоять на дороге. Глубоко будет? Ну, прилично. Коммунальщики надеются, что в этом году большого паводка избежать все-таки удастся. Ведь прошлогодние проблемы в некоторых местах Димитровграда были связаны еще и с тем, что уровень реки Черемшана оказался на критической отметке. Он был выше сегодняшнего на три метра. Ксения Грищенко, Александр Абрамов. Вести Ульяновска из Меликесского района. Золотой юбилей. Школа номер 32 в поселке Мостовая. Сегодня празднует 50-й день рождения. Построенное в 1967 году образовательное учреждение выпустило в общей сложности почти 1400 человек. В числе первых 34 выпускников был и Валерий Викторович Ксенофонтов. В 1967 году мы переехали в этот новый дворец знаний. Конечно, восторгу, радости было очень-очень много. Мы с душевным трепетом относились к этому зданию. Почему? Потому что оно створяло для нас это новое помещение, в котором мы смогли получить свои знания. Песни и стихи в адрес виновника торжества звучали со сцены. С поздравлениями и подарками приехала и депутат Государственной Думы Российской Федерации Марина Беспалова. Она приложила немало усилий, чтобы школа совершенствовалась, а уровень обучения только повышался. А в ближайшее время учебное учреждение, можно сказать, расширится. При строении детского сада на 40 или 60, 40-60 просчитывалось количество деток дошкольного возраста. Это было бы замечательно сразу и дошкольное воспитание, и общее образование. Я полагаю, что настанет такой момент в ближайшее время, и что этот проект все-таки будет реализован. Та доброжелательность, теплота и уют, который царит в нашей школе. Все, кто переступает порог нашей школы, говорят об этом постоянно. Но основной имидж все-таки образование. И за последние годы, я уже повторяюсь, наши ребята показывают неплохие результаты при сдаче экзаменов. И качество знаний у нас стабильно. Сегодня день рождения любимой школы празднует более 230 учеников и их родителей, 21 педагог и учителя-ветераны. В Ульяновске сегодня отметили Всемирный день писателя. Главное событие произошло в центре музея имени Гончарова. Здесь вручали поэтические премии имени Николая Благова. Губернатор Сергей Морозов отметил, что своим творчеством литератор создает энциклопедию родного края, а по сути строит будущее для благодарных потомков. Наверное, ни для кого не секрет о том, что мы не собираемся отказываться от гордого звания самого читающего региона современной России. И это правда. И не надо здесь пытаться умолять те достижения, которые есть. Благовские премии в размере 100 тысяч рублей вручали в различных номинациях. В номинации «Молодежная награда» досталась поэту Александру Дашко. Молодой автор получил премию за сборник стихов «Болевой порог». А вот Виктору Малахову она достала за художественное мастерство и верность традициям Николая Благова. Для меня она важна, и она служит и, конечно, импульсом, и служит некой планкой, ниже которой уже нельзя опуститься, и в то же время мощным толчком к чему-то новому. То есть это премия открывает новые горизонты. Творческий человек, нормально я отношусь, если он издает эти книги за свой счет. Но если его творчество признано и вручает премию, то, наверное, он вправе ожидать того, что его книги, сборники будут издаваться и за государственный счет. В ходе встречи губернатор предложил увеличить размер наградного фонда. Это позволит учредить новые номинации, тем самым повысить заинтересованность к премии литераторов из других павловских регионов. Сразу после награждения состоялся разговор с молодыми литераторами. На нем обсудили творческие планы и работу историко-культурного фонда «Меликес». Ульяновские спортсмены вернулись в чемпионат России по кудо с призовыми местами. Борьба оказалась сложной, напряженной и эмоциональной. Однако ребята доказали, что они лучшие. Сегодня наша съемочная группа пообщалась с победителями. Тренировка в обычном режиме. Разминка, отработка приемов и спарринг. А буквально на днях спортсмены приехали с чемпионата России по кудо. Мастер спорта Иван Шпет взял золото на соревнованиях. Схватка в полуфинале оказалась непростой. Но кудоист вырвал победу практически в последние секунды. Первое время у нас было равное по нулям. Дали дополнительное время. В дополнительное время я пропустил одну оценку и, в принципе, бой проигрывал. Буквально мне удалось, наверное, даже сейчас не помню, сколько осталось там секунд, вырвать победу на болевых качествах. И судьи уже присутили среди равных очков победу именно мне. Многократный победитель и призер всероссийских турниров Виктор Самаркин признается, что борьба была тяжелой. Однако поставленные перед собой задачи он выполнил. В первом поединке у меня был соперник, которым я проигрывал два года назад. В этом году, в этот раз, у меня получилось его победить. То есть вот я еще выполнил реванш свой. В финале встретились два одноклубника – Шпет и Самаркин. Схватка тоже оказалась напряженной. Но в любом случае оба спортсмена теперь в составе сборной России. Первое и второе место, соответственно, это член сборной России. Для нас это очень важно. И в конце года планируется проведение чемпионата Европы в Грузии. То есть если это состоится, то наши ребята будут первые претенденты в состав сборной команды. Теперь Иван Шпет готовится к профессиональному поединку по ММА в Китае. А Виктор Самаркин к чемпионату России по смешанным единоборствам. А уже завтра спортсмены уезжают на всероссийские соревнования в Иваново. Мария Сафронова, Герман Баранов, Весть Ульяновск. Итоги этой недели подведет в воскресенье в информационной программе «События недели» Сергей Пузиков. А я сегодня благодарю вас за внимание. Спасибо, что были с нами. Приятных вам выходных. Всего доброго. До встречи. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Температура воздуха ночью по области от минус 2 до плюс 3 градусов. В Ульяновске около нуля. Завтра днем по области от 1 до 6 градусов тепла. В Ульяновске плюс 2, плюс 4.